В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Александр Полоев. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. На 13-й станции фонтана снова попытались установить шлагбаум. Там планируют собирать деньги за проезд к морю. Сегодня работы приостановила полиция до выяснения обстоятельств. На месте событий была и моя коллега Ивана Герасимчук. Она расскажет больше. На стоянку внизу. А именно на восстановление этой будки есть? Да. А можете показать? Сейчас нет. 13-я фонтана. Сегодня здесь вновь пытались установить печально известный шлагбаум, перекрывающий доступ к побережью. Но дама, представившаяся хозяйкой конструкции, не предоставила ни одного разрешения, кроме копии решения исполкома от 2017 года о разрешении на размещение стоянки. Поэтому активисты, прибывшие на место, решили писать заявление в полицию. Нам обратились жители Киевского района по поводу того, что здесь опять устанавливается непонятная будка, я по-другому не могу это назвать, которая, как мы знаем, будет с нас с вами брать деньги за то, чтобы мы спустились к собственному морю. У нас есть закон про доступ к морю. Мы на основании этого закона можем абсолютно бесплатно пройти, проехать. Но вот эти люди думают, что им можно брать с нас за это деньги. Если смотреть с точки зрения закона, у нас есть закон о автомобильных дорогах, который четко регламентирует, что ограничение проезда по дороге общего пользования, которой является данный спуск, допустимо только в том случае, если организован альтернативный проезд. Поэтому данная ситуация сама по себе уже под вопросом ее законной установки ограничения проезда. Во-вторых, территория, на которой собирается организовать парковку субъекту предпринимательской деятельности, является территорией, не внесенной в схему паркования города Одессы. На запрос активистов и правоохранительных органов о разрешительных документах, именно на временное сооружение женщина заверила, ей никакие разрешения не нужны. Ну а если этот шлагбаум таки установят, одесситы говорят, уже имеют опыт демонтажных работ. В прошлом году стоимость проезда к морю составляла около 40-50 гривен. Все зависело от настроения человека, который сидел вот в этой временной будке. В этом же году с ценой еще не определились, а вот следы общественного мнения и кувалд остались здесь до сих пор. Ивана Герасимчук, Анастасия Кричко, 7 канал. Ослабление карантина продолжается. Спортивные и тренажерные залы открылись, а Укрзалезница возобновила движение поездов. Одним из первых пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой, был мой коллега Денишевский. Ему слово. Наконец-то зеленый свет замелькал и на железной дороге. Ведь с 1 июня начинается третья волна ослабления карантина, которая предусматривает запуск пассажирских поездов. Одесский вокзал наконец-то похож сам на себя. На площади люди с чемоданами, на платформах поезда, а в кассы уже стоят очереди. Хотя отличия все же есть. Попасть в поезд, да и просто к перрону, можно только при наличии маски и уже традиционной проверке температуры на входе. Возле касс вас, конечно же, будет ждать санитайзер для рук. А вот при покупке билетов вы столкнетесь с новым алгоритмом продажи. В сторону Киева можно приобрести два места в купе. Они продаются по диагонали, только два места. Интерсити продается в шахматном порядке, заполнение идет не полностью. Харьковское направление полностью заполняется, четыре места в купе. И Днепропетровское тоже два места в купе. Во Львов поезда пока что ходить не будут. А вот пригородное сообщение работает практически в полном объеме. Колосовка, Перекрестово, Белгород-Днестровский, Помошная, Раздельная-1, Мигаева и Вапнярка. По последнему маршруту проехала и наша съемочная группа. Очень рада, что запустили электрички, потому что два месяца сидеть дома как-то уже надоело. Нам выгодно, но очень электрички. У нас в городе как раз до электрички доходы. Тут проснулась, я бегом, 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 уже электричка встала и поехала. Нам электричка очень выгодна. Пассажиры очень рады. Дождались электричек. До сих пор мучились в автобусах, пешком, на велосипедах, на машинах, на перекладных. Во всяких людей добирались на работу, через всякое невозможно. Ну, это, конечно, праздник. Отметим, что сейчас не все электрички двигаются согласно расписанию. И главное, некоторые станции, они могут просто проезжать без остановки. Поэтому перед тем, как куда-либо ехать, обязательно позвоните в информационную службу Укрзалезнити и узнайте график движения по нужной вам станции. И не забывайте, что лето уже наступило. Так что покупайте билеты онлайн. Надевайте маски и путешествуйте Украиной. В стерильной по правилам карантина в Одессе открыли 133 детских сада. Впрочем, не для всех принимать будут только детей, родители которых официально трудоустроены. Таким образом, в садике вернулся каждый десятый ребенок. Это более трех тысяч малышей. Взрослых внутрь садов пускать не будут. Воспитатели смогут забирать детей за пределами заведений. Каждые четыре часа малышам будут мерить температуру. А родители предупреждают, сдавать деньги на маски и перчатки не нужно. Все заранее купили за средства городского бюджета. Эти закупления полностью уже проведены. Додавать до этого батьковские деньги не нужно. И мы активно про это сообщили нашим батькам через официальный сайт города, сай-департаментом и социальным мережем. С 3 июня 10 больница откроется для госпитализации пациентов. Сейчас там проводят заключительную дезинфекцию. Всего на COVID-19 здесь проверили 635 сотрудников. Обнаружили 26 больных. 8 из них уже выздоровели. В настоящий момент выписаны все пациенты больницы. Все отделения, стационары и поликлиники, кроме ожогового корпуса, закрыты на помывку, дезинфекцию и текущий ремонт. Напомню, в конце мая в 10 больнице зафиксировали вспышку коронавируса. Вероятно, медиков заразил пациент, у которого обнаружили COVID-19 уже посмертно. А до этого, 17 мая, умер врач. Как отметили чиновники, мужчина был в депрессии и сознательно отказывался от лечения. Два месяца в СИЗО, либо залог в 136 тысяч гривен. Суд в Николаеве избрал меру пресечения заместителю начальника управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Мужчину в конце мая поймали на взятки. По версии следствия, подозреваемый требовал 40 тысяч гривен, чтобы закрыть глаза на нарушение пожарной безопасности. Пожар в приюте Ковчег уничтожил около 100 квадратных метров территории. К счастью, всех животных успели спасти. Теперь в приюте разгребают завалы. Помогать присоединились неравнодушные жители Одессы. Как Ковчег приходит в себя после пожара, видели наши корреспонденты. Неравнодушные люди разгребают завалы в приюте Ковчег. Ночью здесь произошел пожар. Огонь тушили в течение нескольких часов. Возгорание перешло на несколько комнат. Мы взяли самую комнату, которая подверглась больше всего пожару. Мы сейчас разбираем завалы, балки обгоревшие, оборудование обгоревшее. Освобождаем комнату для того, чтобы можно было в дальнейшем провести какие-то ремонтные работы. В соцсетях работники приюта попросили о помощи. И на следующее утро сюда начали приезжать люди. Иван никогда здесь не был раньше. Говорит, как только увидел объявление в соцсетях, разослал его друзьям. Я вот с друзьями приехал сюда сразу с самого раннего утра. Разгребаем вот эти вот завалы. Еще дальше работы очень много. Люди нужны, руки нужны, помощь нужна. Так что давайте не оставайтесь равнодушными. Участвуйте в этом. Это нам необходимо. О пожаре в приюте в полвосьмого вечера сообщил прохожий. Причину возгорания пока устанавливают спасатели. А вот сотрудники приюта предполагают, пожар произошел из-за замыкания. К счастью, животные не пострадали. Разве что надышались дыма. Пожарные были. Там у нас щиток в том помещении. Там замкнуло. Короткое замыкание. И вот так оно произошло. Слава Богу, что это помещение без животных. Слава Богу, что никто не пострадал. Единственное, что быстро кошек оттуда спасали, потому что это рядом помещение. Оно там не горело, но дым поступал. Все, слава Богу, живы. Городские чиновники говорят, в этом году приют получит полтора миллиона гривен в рамках общественного бюджета. За эти деньги здесь должны были осовременить ветеринарное отделение и создать площадку, где посетители могли бы контактировать с животными. Вероятно, эти средства теперь придется направлять на устранение последствий пожара. В случае необходимости эвакуации животных, либо их перемещение, будут использованы средства и мощности нашего коммунального предприятия. В случае необходимости перейдем в переговорный процесс с немецким приютом. Всего из огня спасли 40 кошек и 350 собак. Пожар уничтожил крышу пищеблока и помещение, где держали котов. В целом это 100 квадратных метров территории. Теперь приют нуждается в помощи. Иван Агеля-Семчук, Денис Шевский, Алексей Филиппов, Седьмой канал. На Слободке открыли Центр помощи незащищенным слоям населения от благотворительной организации «Семья». Чем будет заниматься Центр, смотрите далее в сюжете. 10 лет благотворительная организация «Семья» занимается оказанием помощи уязвимым слоям населения. Зарегистрированных участников более 300 только в Одессе. Но помощь организации распространяется и на Одесскую область. В День защиты детей организация открыла двери для всех желающих обратиться за помощью или помочь. В течение 10 лет мы все свои проводили занятия, уроки. Мы просили все кому-то, чтобы мы могли заниматься с детьми. А теперь мы можем кому-то тоже помочь, пригласить и тоже дать возможность, как нам давали, чтобы кто-то у нас тоже мог заниматься с детьми. Ранее организации помогали все неравнодушные одесситы, а также бизнесмены. На одной инициативе не получится идти, потому что те же вещи, их надо где-то в каком-то месте собрать, их надо где-то сортировать, обучение надо где-то проводить. Арендовать помещение достаточно дорого обходится для того, чтобы просто прийти и кого-то обучать детей. Поэтому мы задумались над тем, чтобы у этой организации появилось собственное помещение. Кроме психологической помощи и юридических консультаций в центре будут проводить различные занятия. Дети смогут сами выбирать интересующие их кружки, например, шахматы. Прекрасный ход. Потеряли дети. Черные. Немедленно возьмите хотя бы что-то. То есть коня. Пешка бьет на косу. Сбивайте. Будет очень много кружков. Будут и детки, и взрослые заниматься в различных студиях. Особое внимание будет уделено занятиям с особенными детьми и с лицами с ограниченными возможностями и потребностями. А подростки смогут осваивать основы профессии. Также в центре будет работать молодежный клуб. Клуб для пожилых людей и культурный центр. Мишель Арматы, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акция рассчитана на помощь родителям, которые не имели возможности работать в период карантина. А вот детей также угостили сладостями и подарили игрушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким мы видели этот день, корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова